детство прошло здесь на районе на васильевском острове коммунальной квартире с родителями но я бы не сказал что там как-то жестко или сурово там может быть просто в силу молодости еще какого-то такого неокрепшего сознания не воспринимал как-то ну всю тяжесть бытия скажем так ну было бедно жил там с мамой с папой и с братом мы там в одной комнате в коммуналке жили в 16-метровой была там двуспальная кровать у нас стол диван тумба с телевизором холодильник по моему все что там помещалось точно так компактно ну батя тотально не было вообще дело там ни до нас ни до кого как бы он был занят своим там самоуничтожением типа мать как бы была занята тем чтобы просто там как-то нас там прокормить и хоть как-то это самое нас в люди вывести просто старалась сделать то что могла и конечно вот это вот еще блять и санина она позитива не добавляла она конечно ругала меня она мне однажды сказала типа ягодит военкомат пойду сдам тебя нахуй ты заебал просто иди блять в армию с этой хуйней мальцер уже нет никаких сил и я в целом как бы со временем осознал что мне не нужно мать тревожит вообще своими проблемами то есть если меня к опытам задерживали я даже будучи там подростка мне еще 20 не было я сам как бы взятки давал им и ну как бы маму не ставил в известность я не рассказывал ей о том что вот мама меня там полиция задержала а потом я там типа наладку дал и вот выбрался типа смотри какое крутое но нахуй ей вообще все это знает я старался держать маму в покое это не то чтобы я там восхваляю свое болото хотя я конечно восхваляю свое болото но все началось и здесь ну то есть мы все знаем да что все пошло как бы на все началось советском союзе с рижского крысы с риги потому что там был завод плату бутхим потому что к ним там проникала чуть больше информации чем доносилась до нас здесь у них запад был поближе типа и все началось там брейк-данса тоже условно с хип-хоп культуры они делали просто оформление своих вот ну каких-то задников там декорациях на сценах вот одними из первых кто туда ездил прибалтику был там олег баскет это петербуржец и макс навигатор но он из калининграда но он учился потом в петербурге поэтому можно сказать что граффити пришло в петербург ну из риги а потом уже как-то она там днеслось до москвы вылилось в то что вылилось как бы это неконтролируемая такая история невозможно как-то прогнозировать то есть если бы может быть тогда я будучи здесь и съездил бы в германию куда нибудь да там где граффити был уже на совсем другом уровне я бы мог просто спроецировать это на то что у нас произойдет рано или поздно потому что там ну как бы люди были на передовой они раньше нас начали там лет на 10 на 15 когда я-то первый раз европу приехал я там охуел ты хочешь пойти покрасить на лайн а там уже все изрисовано братан все ты там уже не покрасишь там нет места и там нет места уже лет 10 мы еще в пути для того чтобы это чем-то стало мы еще формируемся мне кажется и нужно наслаждаться этим что у нас еще не все до конца сформировано еще не все определено мы растем мы развиваемся для нас еще есть какие-то новые неизведанные и интересные области в этой сфере а у кого-то уже черное то черное белое это белое стрит-арт это стрит-арт это паблик-арт это паблик-арт и в этом уникальность как бы нашей запоздало такого развития и в принципе мы уже можем учиться на большом таком визуальном опыте запада вот с точки зрения потребления там благ и потребительского вообще этого мира моя философия заключается наверное следующим я стараюсь иметь все что мне необходимо ну условно без излишков я как бы цену деньгам знаю и я знаю что такое труд я знаю что такой тяжелый труд конечно когда я получал первые свои деньги там я объедался пирожными и шел там какие-то модные молодежные магазины покупал себе какие-то там самые широкие штаны или самые яркие кроссовки мне в целом по жизни не нравится захламленность я не люблю хлама какого-то я например не коллекционер я не люблю коллекционеры что-то у меня там есть да там стопки журналов книг еще чуть такого но я не охочусь за ними мне нахуй не нужны вот эти последние какие-то релизы там скани уэстом там и вот это все ну не обосралось совсем вообще я просто не такой как бы человек я и экономный может быть может быть какой-то я даже и скряга и даже наверно может быть и жадный но мне просто не нравится когда у меня дома много хлама типа визуальный шум вот это он мне сильно мешает для меня порядок в голове начинается ну с порядка в комнате в квартире то есть у меня какой-то там да можно давать это минимализмом вот у меня там четыре чашки там шесть вилок нахуй мне блять вот эти сервизы все эти блять хрустали там в этих в шкафах которые пылятся но я не понимаю этого для меня это какая-то тоже крайнести болезненно когда человек начинает что-то коллекционировать складывать там как-то вот трястись вокруг этого у меня есть такая тема но просто деньгами моей жизни случилось так что есть как бы команда а есть просто единомышленники есть команда это как группа лиц которая осознанно собралась вот мы пишем там одно и то же слово и мы вот так вот сформировались но суть в том что когда ты там молод и ты просто объединяешься с кем-то для того чтобы писать какое-то там одно слово всем месте ты еще может быть не обладаешь таким жизненным опытом чтобы понять вот эти люди тебе в целом как близки не близки ты о другом думаешь ты как бы замотивирован на то чтобы просто двигаться двигаться в команде для того чтобы достигнуть там какой-то узнаваемости да или успеха проще всегда то есть вам проще пятером писать одно и то же слово каждый день в городе и у вас получается там охват в пять раз больше чем если ты один на это слово писал иногда просто однокомандники становится какой-то вот такой обузы для тебя да когда ты должен почему-то за него там делать кучу каких-то дел потому что у него там просто ума не хватает организоваться и все сделать самому он и начинает перекладывать ну мы же в команде ну ты вот там даже будешь мимо проходить там да какая нахуй разница в большому счету уважай мое время цени тоже мои какие-то усилия если ты ну не готов так делать но мне не нужен балласт брат то я не готов никого тащить тянуть типа я уже все как мне не надо давайте сами тащитесь тянитесь и мотивируйтесь типа мы взрослые люди уже все мое прозрение открытие очень такое болезненное было в том что я осознал что я могу добиться большего для себя вообще ну и в целом в культуре без в своих участников команды потому что это стало тоже таким вот обозом который я тяну типа я не хочу никого тянуть почему там сыпятся и ругаются да там команды и парни потому что все начинается вот с малого такого что кто-то там готов меньше отдавать а кто-то готов больше давать ну все должны равносильно вкладываться я считаю так я всегда чего-то боюсь или за чего-то переживаю меня больше действительно пугают люди которые там максимально бесстрашные или безбашенные с такими настроениями самосохранится шансов не так много все-таки я хотел бы прожить долгую счастливую жизнь страх это то что помогает мне в этом пути страх уходит довольно быстро с появлением каких-то синяков и травм у меня в детстве такого было много то есть мы как бы бесстрашные или там не понимаем чего-то до тех пор пока ну не упадем и не споткнемся правильный приоритет и расставь страх тебе просто будет как бы ну направлять и ограничивать тебя в какой-то степени от какого-то пиздеца но с другой стороны да там если не наберешься смелости прыгнуть в тоннель да там незнакомом все городе побежать да там когда метро работает ну блять на контактные рельсы не наступайте пожалуйста ребят ну хоть элементарно чего там познайте блять меня иногда больше даже как бы но не решительность и лень или просто неподготовленность больше останавливать чем страх скажем так есть на мой взгляд большая особенность в граффити комьюнити это вот эгоизм такой вот но так как мы просто крутимся в этом и как бы многие человеческие качества через эту призму как бы видим но на самом деле эти человеческие качества они как в любой сфере деятельности они ну условно такие же то есть мы как бы через граффити познаем мир и людей кто-то там через хоккей кто-то через я не знаю программирование кто-то еще что-то там то есть на самом деле ты начинаешь познавать мир когда ты начинаешь что-то делать с кем-то там или просто что-то делать то есть если ты сидишь на диване ничего не делаешь ты не в состоянии нарабатывать опыт какой-то как только ты начинаешь заниматься каким-то делом у тебя начинаются какие-то там проблемы какие-то сложности возникают какие-то задачи там и вот как ты с ними справляешься как ты к ним относишься как ты их проживаешь как ты там их видишь как ты работаешь с ними вот это уже как бы тебя формирует как бы или тебя тебя раскрывает как личность. Если вам комфортно в одиночестве – хорошо, ничего страшного в этом нет. Я так считал, лучше быть одному, чем с какими-то дебилами, баранами или мудаками. Гораздо для меня страшнее страдать от окружения или от окружения, чем наслаждаться одиночеством. Научитесь получать удовольствие от одиночества, всю жизнь ты как бы один. Тебе кажется, что ты в окружении людей, непонятно, как эти люди к тебе относятся до конца. В ком ты можешь быть уверен на сто процентов? Ну, только, наверное, в себе. Ну, в ком еще? О собаке вот еще нормальная тема, говорят. Для того, чтобы ты продолжал расти, тебе нужно чуть-чуть всегда как будто бы быть недоволен. И это нормально. Многие там сильно переживают из-за того, что там «вот, блядь, опять хуйню какую-то нарисовал, там надо переделать». Это нормально. Рисовать хуйню, переделывать нормально, быть недовольным собой – это нормально. Это все к росту, понимаешь? Хуево, когда ты хуйню сделал, сказал «блядь, да я охуенный кусок сделал, я всего, блядь, добился, вот мне сто лайков насыпали, а вы все сукины дети сосите члены, блядь. Вот я охуевший тип тип, я гангстер, а вы не гангстеры». Вот такая позиция, она как бы, ну, тяжелая. Это тоже вот добро пожаловать психиатру, блядь. «Блядь, ляг, полечись, подкапернись, блядь, и так далее. Богу помолись, свечку поставь». Вообще, мне кажется, что я просто, знаешь, вот как локомотив товарного состава. Вот ты разогнался, за тобой вот еще там 150 вагонов с углем. Ты уже мотор выключил, но инерция тянет тебя вперед. За тобой 150 вагонов с углем, которые разогнались и едут. Ты можешь уже даже ногами вперед упереться, а вагоны будут продолжать оттолкать вперед. Потому что ты как бы скорость набрал, и ее вот так вот просто не сбросить. Там нужно тиски зажать капитально вообще. Я так себя ощущаю. Но вообще, для того, чтобы не разлюбить граффити и не перестать им заниматься, нужно любить вот от и до, блядь. От нарисования скетча до поиска места, до там пробивона, до самого как бы рисования, фотографирования. Всю эту атмосферу, все это настроение, там дождь, снег, ветер, солнце, щебень, там всю вот эту хуйню, нужно ее сильно любить, чтобы это не разлюбить. Потому что если тебе там, ты говоришь, блядь, я не могу рисовать, трава щипет ноги, насекомые кусают меня, блядь, мне это все не нравится. С такими мыслями у тебя, конечно, шансов возлюбить граффити очень много. У меня нет уже амбиции быть во всем первом. У меня уже задача быть, просто быть. я называю это держаться на плаву. Братан, мне уже, блядь, звезд не надо. Дайте мне возможность заниматься тем, что я люблю делать. И это будет меня делать счастливым, мне не нужно уже каких-то регалий или чего-то там. Просто хотя бы меньше стресса и чуть-чуть побольше просто какого-то везения и хороших раскладов и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok